Пришла специально, я просто узнала, что сегодня здесь собираются неравнодушные люди, поэтому я, отложив дела, приехала и пришла сюда. Но ваше личное отношение к тому, что произошло? То, что произошло, ужасно. Для меня самое ужасное, что вот наш замечательный город, в котором живут такие же подростки, только которые прославляют его хорошими делами, спортивными своими достижениями, победами на Олимпиадах, творческими своими какими-то достижениями, о них почему-то мы не так много сообщаем, и эти имена не слишком широко известны. А вот имена сейчас этих моральных уродов, мы требуем, чтобы их обнародовали, чтобы они действительно понимали, какой гнусный поступок они совершили. Ольга Дмитриевна, ну вот вы педагог, и у вас стаж педагога, и заведуете таким, можно сказать, заведением святым для культуры. Скажите, пожалуйста, вот от чего могут происходить такие поступки? Что происходит в этих людях, в этих детях, наверное, если так можно назвать? Почему, из-за чего? Вот ваше мнение. Очень хочется верить, что это было сделано просто по дурости. Ну, есть, знаете, такие, есть люди умные, есть люди дураки, к сожалению. Очень хочется верить, что это было сделано по дурости. И очень, не знаю, грустно и возмутительно, если это было сделано сумасно. Вот, откуда берется такая жестокость, да, мы тоже думаем, откуда берется такая жестокость. Конечно, не учили этому ни учителя, ни педагоги, наверное, и родители не учили. Но, к сожалению, из всего, чему мы учим, воспринимается, ну, наверное, процентов 30-20. Воспринимается, чему учат, а остальное воспитывает, да, среда, улица. И, к сожалению, вот этот пример на улице и возмущает не только поведение того подростка, который это сделал, но и тех многочисленных людей, которые смотрели на это, которые своим поведением, присутствием, умолчанием одобряли этот поступок. А если весь мир будет такой, куда мы придем? Нет, я верю в лучшее. Я думаю, что это должно быть хорошим уроком. Ну, и еще раз скажу, что очень обидно, что наш Кингисепп сейчас прославился вот именно не хорошими делами, а вот такими поступками. Это ужасающий случай, который дети, подростки сделали, разошлась по городу и в соцсетях. В основном люди между собой общались, вот так скоопилировались и решили собраться сегодня в 19 часов вот здесь, в данной полиции, чтобы открыть документы, вот так вот расследовать и, безусловно, написать заявление о моральном беде и куличном, которое нанес, принесло это видео, выложенное подростками, ужасающее. Но, отмечу, что мы побывали на месте, где произошел этот случай, потому что мы не знаем какие отличия у этого человека, а еще другой, у него это сверстники, которые были с ними некоторые знакомые, и им отдавали характеристику о том, что, ну, мягко, предлагает этот подросток неблагополучный, и даже приправу алкоголя, возможно, по их словам, по крайней мере, и вот неблагополучного они ему такую характеристику давали. Что касается людей, которые собрались здесь, то, ну, примерно, 3 десятки, вот сейчас немножко расходятся люди здесь. Мы собрались потому, чтобы выразить свою гражданскую позицию, то, что, вот, пример тех ребят, якобы, кингисепсов, судя по картинке, потому что действие происходило в сюжете именно в нашем городе, мы в этом уверены. Мы хотим нашим, вот здесь, таким небольшим исходом сказать то, что это ненормальное поведение нашей молодежи. У нашей молодежи другие ценности, другие ориентиры. У нас с нашего города есть прекрасные спортсмены, значит, футболисты знаменитые, в частности, я вот перечислял Алексей Ионов, Павел Могилевич, Александр Киржаков. Что произошло в этом сюжете, это не природа, это в какой-то степени ошибка природы. Да, действительно, сегодня подала заявление в полицию, я уже не клетала, уже 10 заявлений было подано в полицию. Наша полиция очень адекватно отреагировала и, в принципе, за наказание, потому что они приняли заявление, и уже мое заявление было 11. Поэтому все у нас вроде бы как в порядке в этом плане, и я считаю, что... Они сказали, что сейчас уже идет рассвет. Конечно, они не могут у таких комментариях дать, потому что идет рассвет. Установлены ли лица или нет? Да, мне сказали, что да. Они знают, кто это такие, но, естественно, они не могут рассказать. Это не совершеннолетие, им нет 16 лет. На данный период времени установлены все герои, в кавычках, данного ролика, и заведено дело, которое сейчас расследуется. Спасибо большое. Ну, вот разные молодежь и взрослые люди здесь присутствуют, в разных традициях. Вы, конечно, у нас пришла как педагога, выразила свою позицию, но вот как специалисты вопросов, ну, чего по-другому это сделать? Ну, трудно представить, для чего они это сделали, но вот почему, наверное, только для того, чтобы самоутвердиться, пусть даже в отрицательном поступке, самоутвердиться в обществе. Возмущает и поступок этого ребенка, который работал явно на публике. Ну, не ребенка, конечно, уже молодого человека, подростка. Он работал явно на публике. И больше всего возмущает, конечно, та публика, те его друзья, которые своими хихиканьями, своими хохотками поддерживали. И, безусловно, сотрудники полиции будут разбираться, они сейчас уже устанавливают, расследуют, где и при каких обстоятельствах это было сделано, ну, и, конечно, личности детей, как уже сказали, установлены. Хочу узнать от этих вот товарищей наших, дорогие, чтобы они что-то нам сказали конкретно, да или нет. И я им отвечу на этот вопрос. То есть вы ждете, что будет заведено уголовное дело? Я хочу, да, чтобы они завели уголовное дело и не допускали его. Потому что приезжает, начинает здесь такое изобразие. Это жестко. Жестко? Вообще жестко. Ну, а родиса такого не было, по-моему, в эти годы. Ну, что могло привести к такому поступку? Что? Блин, кто-то не знал. Ну, воспитание, может, да. Психика, скорее всего. И вообще, то, что сейчас куча игр, может, то, что... Ну, раньше так же не играли все во всю эту пигню. То есть ваше мнение, что есть влияние интернета, игр и всего этого? Конечно, сто процентов. Прежде-то родители. Родители, первое. Потому что они усыноделились. Двумя-тремя словами не скажешь, потому что, вот, честно, приехал со смены сегодня, увидел данный ролик, был шокирован, потому что, во-первых, то, что это дети, свершили, во-вторых, то, что с особой высокостью. У вас спокойствие на лице, с радостью даже. Да, спокойствие, с радостью. И очень расправить, что есть еще взрослые люди, которые тем не смотрят, их совершенно поступок поддерживают, они считают, что в этом нет ничего плохого, то есть, что проблема вообще изначально не в этом кроется, а лучше, то есть глобальнее рассмотрение. Хотя я с этим вообще не согласен. Я считаю, что это все-таки воспитание родителей, то, что они как-то дели. Ну и, конечно, что сейчас у нас интернет, поэтому в этом тоже есть распущенность. Полный доступ к любому материалу, к любому видео и так далее. Ну и стремляем простая семья. Жестокость к животным привела очень такая явная, когда бедная птица просто берет головой битая пенюка, точно, я уже не помню, по-моему, пеневку ударили один раз, посмотрел ее. Потому что он очень жестоко, он еще радовался, потому что не кровь на руки попала, он не с довольным лицом просто кровь, чтобы там быть. Поэтому теперь очень большая возможность на это дело. Я хотел много что лично выставить, но я уже не успел, строительство были удивлены. А про видео как раз то, что вы сказали, я считаю, что правильно, чтобы другие знали, видели, что у нас в городе есть такие дети, да, очень жестокие. Ну и, соответственно, чтобы другим было навыкой, соответственно, должны в любом случае реагировать на проявление подобной жестокости и прескать это на каком уровне, а дальше это не развивало. Виноваты родителей не сформировались? Ну, это все-таки, это все-таки воспитание, что я очень, потому что, ну, нормальному человеку, как же ребенок, если у меня есть какие-то принципы, ну, моральные какие-то, если учат как-то, каким-то вообще понятиям, грубо говоря, то никогда даже нечего-то не продумать, но это не делать. И в деле, я считаю, это нечего делать. В нашем городе еще учили, куда может ребенок пойти. Да, но это родители виноваты. Потому что в любом случае можно было найти себе занятия. Это же стишок, что же список литературы, прочитай, который тебе задали на лето. А почему вы не остались дома сидеть и, как бы, ну, все равно посмотрели бы, узнали опять из тех же порталов? Потому что, смотрите, сегодня они убили птичку, завтра они убили кошечку, завтра они убили ребенка. Ребенка поймают, маленького, сейчас маленькие детей кучу гуляют в дворе. Ну, вы могли бы возмущаться дома, а зачем вы сюда пришли? Ну, у нас смысла дома возмущаться. Ну, бы нам сказали, что можно прийти и написать в заявлении коллектива. Потому что должно быть как-то, ну, наказывать какая-то, потому что сейчас он безнаказанно уйдет, и все. Ну, и хорошо. Я убил, значит, это можно, значит, это всем убивать, пошел дальше убивать. Вот так сейчас их накажут, вот как-то, а они подростки, они это испугаются. Ну, или огласки, это обязательно надо придать, чтобы это не осталось просто так. Тем более, как бы на психику им все равно повлиять, что им будут показывать по телевизору, их будут осуждать. Ну, если бы это просто так осталось, то есть в интернете, и там бы кто-то поставил бы им лайки, ну, как бы они думали, ну, блин, круто, да. А если сейчас их покажут, и все вот это вот, их накажут еще попутно по закону, я надеюсь, их родители взять, то, я думаю, в следующий раз и другие подумают, ну, как бы о том, что, ну, да, все-таки такое. Да, все-таки должно быть какое-то наказывание, чтобы все видимо, не только даже вот эти ребята, даже не знаю, назвать, да, не люди вот эти, потому что вроде бы, да, там, голубь, скажется, там, вроде голубев, там, миллион, но это маленькая часть того, что они могут сделать. Это ужасно должно быть их накажут. Нет, видела родители, да. Ну, вот ваши отношения, то, что вы увидели вообще, что вы видели? Это жестокость. Я считаю, за это надо наказывать. Придя сюда и увидев на наших порталах вот комментарии по всему этому событию, не отчаиваюсь, потому что понятно, что раз есть осуждение самопоступки, значит, он не должен, это не должно происходить.